Всем привет, с вами Алагри и перед началом нового обзора я бы хотел немножко поправить свой старый, ну как поправить, ну короче я не мог понять до петли что это вот за штука и вот эти штуки я отдельно вешала стены и это мой такой косяк, на самом деле это одни большие часы и это я лаженулся, но мои подписчики меня попрали, спасибо вам конечно же большое. И перейдем к новому моду, то есть добавляет он вот такой вот портал, но это еще не самое главное, давайте этот портал уберем, чтобы вы знали что этот портал можно убрать. Ну давайте посмотрим, первым делом этот мод добавляет вот такую вот руду, то есть у нас появляются две новые руды, первая с которой встречается просто у нас в пещерах в нашем обычном мире Майнкрафта, а другая вот появляется в аду и похоже она на адский камень. Но все же той не является, давайте соберем эту руду и выпадает в нее вот такой вот порошочек, ну как порошочек, буду назвать это порошочек, но к сожалению из-за конфликта с моим другим модом из этого выпадает не белый порошочек, а керамические панели. То есть по сути должен выпадать такой же порошочек, только беленький. Это конечно очень прискорбно, потому что я не смогу показать все вещи с ним. Но давайте все-таки посмотрим, что же у нас есть еще, что такого волшебного. Есть у нас вот такая вот волшебная палочка, которая красится вот таким вот образом. Нам понадобится вот такой синенький порошочек, но это еще не все, нам понадобятся палочки. Но к сожалению у меня тоже конфликтует, эти палочки конфликтует. И нам понадобятся палочки из обсидента. Делаются они довольно легко, просто два блока обсидента ложим и получаем вот такие вот палочки. И используем их вместо вот этих blind part. И получается у нас вот такая вот палочка телепортации такая вот. Что же она делает? Она естественно телепортирует, но телепортирует необычно. То есть телепортирует нас на место нашего первого спавна. И вот мы телепортируем на место первого спавна. И телепортировать она у вас будет везде, поскольку она бесконечна. То есть не будет того летить в большую пещеру. Но похоже все-таки вам наносится урон небольшой. И по стенам у вас может буквально с любой ситуации нажали и телепортировались. По-моему она даже действует на кровати, вас обманывать не буду. Я очень ленив и я не проверял. То есть если вы поспите на кровати, возродитесь, куда-нибудь убежите, на эту палочку нажмите, то возможно вы появитесь около кровати. То есть я что-то не проверял. Вот вам небольшое такое задание. Также есть и другая палочка, но к сожалению из-за этого конфликта она мне ни в том и не добавилась. И ни скрафтить я ее не могу. То есть я снова же призываю вас на помощь, чтобы вы мне сказали, что эта палочка делает. То есть скрафтите ее и скажите мне, что она делает. Буду вам очень благодарен. Кто первый, я поставлю лайк. Вот так вот. Так, что же у нас есть еще. Самое важное это портал. Крафтится он из вот таких вот необычных блоков. Ну я сначала подумал, что это железо, но это не железо. Крафтятся такие блоки вот так вот. То есть представляем, что это порошочек и крафтим вот такие вот блоки. Крафтим их целых 10 штук. Но этого будет мало для портала, так что придется сделать так еще раз. И вот выстраиваем его в форме портала для ада. И надо его поджечь. Но обычно с зажигалкой он не подожгется. Ему нужна особая такая блатная зажигалка. То есть очень дорогостоящая зажигалка. Которой требуется целый алмаз. Вот так вот она крафтится. И давайте посмотрим. Ну во первых она поджигает этот портал. Не поджигает, а активирует. То есть это само собой. Но поскольку это такая дорогая блатная зажигалка. Она со своими причудами. Первая причуда такая, что очень быстро разгорается все. Я не знаю, может это с травой так быстро разгорается. Но мне показалось, что она очень быстро дает огонь. То есть он очень быстро разгорается. Что-то тавтология пошла. И еще особенность такого огня, что в нем ничего не горит. То есть я прыгаю в такой огонь. И мне не наносится никакого вреда. И другим мобам не наносится никакого вреда. То есть она безвредная. Но ежели что-то надо пожечь, то она вообще в первых рядах. И давайте пойдем в этот мир, чтобы вас уже... Ваши нервы не насиловать. Нет, 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 грубо звучит. Чтобы вас не заставлять ждать, я пойду в этот мир. Оп. Вот мы в этом мире. И что-то тут наркоманское произошло. В принципе, я телепортировался в этот мир. Вот что произошло. То есть это не совсем привычный нашему глазу Майнкрафт. То есть это телепортирует нас. Я что-то... Представил, что это параллельное измерение. Нет, все, хватит читать. Нет, я не читаю. Ладно, признаюсь, я не читаю. Хватит играть в всякую фигню. Вот. У нас есть такая синяя-зеленая трава. То есть бьется она рукой, но звучит как камень. Вот такая вот она красивая. И ее можно вытащить в обычный мир. Я тут копался, ну как бы не встретил никаких полезных ископаемых. То есть тут мир состоит из вот такого вот просто вот песка. Но самое главное, что тут есть обсидиант. Обсидиант, обсидиант. Я буду называть обсидиант. Нет. Ладно. Как попадет, так и буду называть. И его вот можно добывать. У меня нет алмазной кирки. И то есть это очень много обсидианта. И не придется вам там в пещере рисковать своей задницей, чтобы добыть немного обсидианта. Тем более в большинстве случаев в воде. То есть там опасно его добывать. Либо вы сгорите, либо утонете, либо и то, и то вместе взятые сразу. То есть пришли, добыли и ушли. Можно тут даже строиться, но тут обитают эндерманы. Их очень много, но сейчас я их попросил не беспокоить, поскольку я снимаю. И они все разбежались. Но когда вы придете, я вам уверяю, они там будут. И давайте вернемся в мир и придется с вами прощаться. Еще раз бы хотелось поблагодарить вас, что вы подсказали мне с этими часами. То есть я вам очень благодарен. И в принципе на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, а также подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч, добра вам, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok